Террасполь, 16 августа 89 утра. На столичную площадь вышли больше 27 тысяч человек. Люди были против дискриминационной политики Кишинева. Там уже появился проект закона о языках. По нему единственный государственный молдавский на латинице. В Приднестровье были против. У нас на заводе Кирова рано начиналась смена. Был понтанный митинг. И это наше решение мы моментально довели до всех цехов завода. И через час уже завод собрался на площади заводской и шел заводской митинг. И направили представителей своих по всем трудовым коллективам города Террасполь. Вести разносится моментально. Когда на втором или третьем предприятии нас уже встречали, что мы знаем, мы вас поддерживаем, мы бастуем. В то же время бастовали в Рыбнице и Бендерах еще более 20 предприятий. В митингах участвовала и Лора Лопухина. В то время работала на бендерской мебельной фабрике. Как я объясняю, национализм – это штука хорошая. Это когда любовь к своей нации, к своему языку, к своей культуре. До тех пор, пока это не становится главным и выходит за пределы одной нации. Когда одна нация считает, что они вправе жить над всеми, остальные у них должны быть ниже всех. И это было страшно. К концу августа митингует все Приднестровье. 170 предприятий. Кишинев не слышит. Там национализм набирает силу. 31 августа 1989 в Молдове приняли закон о языках. Он вступил в силу. Организовал рабочий комитет поездку в Москву женщин. Тогда тоже на прорыв информационной блокады ездили и рассказывали, и говорили там, что встречали. А по дороге нас как еще встречали, мы ехали в огонь. И мы такую надпись сделали, натянули на вагон, значит, полотно, что женщины, бастующие городов Приднестровья. В июне 90-го молдавский парламент принял декларацию о суверенитете, признал незаконным образование МССР в 1940-м. По сути, отказался от Приднестровья. У нас 2 сентября 90-го создали республику. Продолжение следует...